Лукаш Адамский, доктор истории и политический аналитик, заместитель директора Центра диалога имени Юлиуша Мирошевского, присоединяется к эфиру телеканала Freedom. Лукаш, здравствуйте, рады вас приветствовать. Вечер добрый. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте вот сейчас расскажем нашим зрителям, чтобы всем была понятна целостная картина, что, так сказать, заставило Дмитрия Медведева в очередной раз отметиться вот этими несуразными, ужасающими своим цинизмом высказываниями. Это было решение warsсовского суда, апелляционного суда о том, что росынское посольство должно освободить, освободить здание, в котором была расположена, была расположена школа, росынская школа в Варшаве. Ну, здание, которое росынское посольство нелегально занимало и владело не на протяжении многих лет. И из-за того, что посольство росынской федерации отказалось от исполнения решения суда, ну, то надо было просто принудительно их выдворить из этого здания. Причем, если честно, то уже в Польше, то есть, по крайней мере, среди экспертов правительственных элит, мало кто обращает внимание на очередные такие примеры проявления хейту со стороны Медведева. Он не так давно, я не знаю, кто то обратил внимание в Украине, но я то и нет, он писал о ляхо Украине, о речи Бандеропосполитой, прогнозировал, что Польша, мол, анексирует украинские земли и Россия может быть и дальше за этим будет. Вынуждена смириться, но только на 5-7 лет, то есть это просто человек Медведев, бывший президент России, который сделал из себя шута, которого никто серьезно воспринимает и которому приписали роль шута. А на счет того, что Медведев угрожает разорванием дипломатических отношений, то во-первых, уже пресс-секретарь российского меда госпожа Захарова, кстати тоже весьма спорный персонаж, отвратительный, она уже не была так уверена, стоит ли России принять такой шаг, потому что, ну а то есть и забота за российскими гражданами, я особо добавлю, потому что это есть и некие возможности для российских дипломатов, по крайней мере, отслеживать ситуацию в Польше. И есть еще один весомый фактор, одна весомая причина, почему Россия может и угрожать разорванем дипломатических отношений, но если она это сделает, то мне кажется, в Польше могут быть только рады, потому что правительство Полской Народной Республики после Второй мировой войны дало Советскому Союзу прекраснейший участок в центре Warszawy возле здания полского правительства. И там, на этом участке, Россия, или там Советы построили огромнейший такой сталинский дворец, в котором сейчас расположено посольство Росейской Федерации. И если Россия разорвет дипломатические отношения, то, мне кажется, ни одно правительство свободной Польши уже не будет такое щедрое. И в будущем, когда эти дипломатические отношения будут восстановлены, не даст России так хорошего участка, так близко зданий полского правительства. И поэтому это просто им не окупается. Лукаш, хотел у вас спросить, кстати, вот это здание посольства, о котором вы говорите, а насколько оно опустошилось за последнее время? Мы наблюдали, как ряд демократических стран высылали пачками, десятками российских послов по подозрению к шпионаже. Ну вот насколько прорядили ряды в русском посольстве в Польше? Там тоже, слушайте, прорядили, стало меньше этих сотрудников. Мне кажется, что не было аж так масовых высылок дипломатов, как например в Праге, в Чехии. Потому что в Польше их было, это парадокс, их было не так много, как в Чехии. Потому что Чехия была объектом такого воздействия со стороны росыских спецслужб. Там были разные мероприятия проводились, там организовали то, что среди чехских элит, какие-то пророссийские лоббы в Польше, в силу того, что население и правительство, то есть разные правительства, независимо от политической ориентации, которые всегда были очень скептические по отношению к такому, можно сказать, росыскому шпионажу, то их тех сотрудников было меньше. Ну и так было их довольно много, больше ста. Сейчас их осталось гораздо, гораздо меньше. И, ну, остался еще, к сожалению, посол Росейской Федерации в Польше, который приехал в 2014 году и практически с самого начала начал вызывать скандалы. Ну, например, в 2015 году обвинил Польшу в том, что Моу-Полша соответственно вместе с Германией за начало Второй Мировой войны, что Вторая Мировая война началась из-за действий полского государства. Потом год спустя начал оправдывать разделы Речи Посполитой тем, что Россия заняла только русские земли, то есть в интерпретации росыского посла Биларусь и право безопасности Украины, это русские земли. И так я могу продолжать. Просто человек, который даже на фоне росыских дипломатов, ну, отличается и отличается такими сталинскими имперскими убеждениями. Ну, он еще остался, там есть, есть некоторые сотрудники консульские отделы работают, ну, их гораздо, гораздо меньше чем до росысько-украинской войны, полномастслябной войны. И, ну, они практически не появляются, ну, например, их дипломатический корпус не приглашает часто. Польское правительство тоже не принимает российских дипломатов. То есть они там сидят как в какой-то крепости и занимаются, по сути, и только, может быть, наблюдением за ситуацией в Польше и помощью российским гражданам в Польше. Ну, конечно, вот если мы уже заговорили о послах, есть такой человек по фамилии Астахов, зовут его Павел, и он недавно сделал такое очень странное заявление. Да, кстати, этот Астахов, это бывший уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, подчеркиваю, ребенка. Так вот, этот самый Астахов заявил, что, вообще-то, убийство послов, убийство от СУЗ-человека, который был раньше уполномоченным по правам ребенка. Так вот, убийство послов, это вполне нормальная такая история. Находится в рамках международного. Да, в рамках уголовного кодекса и так далее. В частности, он очень удивлен, что польский посол еще не найден плавающим в Москва реке. Это цитата. Расскажите, пожалуйста, как отреагировала польская сторона, президент Польши, на весь этот ужас, прямо скажем. Ну, польская дипломатия, сейчас в Польше вообще длинные выходные, завтра будет национальный праздник. Вчера тоже был выходной день и сегодня. Ну, сегодня утром польский МИД, МИД, Министерство Инностранных Действовало заявление о недопустимости таких высказаний. Ну, я в принципе не знаю, как можно, знаете, как можно по-другому реагировать. Ну, конечно, можно отозвать посла из России и таким образом то, что выкинуть этого российского посла из Польши. Ну, вопрос тогда возникает, а что Польша будет делать, если Россия действительно еще что-то сделает. И, ну, тут имеем просто дело с каким-то, с абсолютно, ну, варварским, варварским за... ...зазвом. Ну, древние времена, а не 21-е столетия. И за это должны нести все граждане Российской Федерации и в частности все те, которые сотрудничают или приглашают этого человека в государственные СМИ, на гостканалы. Ну, конечно, сам Соловьев, который тоже мерзавец, который его приглашает. Но я бы не... я бы, может быть, на этом поставил точку. Действительно, цивилизованным людям такие вещи очень странно, да, обсуждать. Но вы не правы в том, что большинство российского общества не воспринимает эти все идеи. Мы видим средневековое улюлюканье части российского общества под этими пьяными постами Димки Медведева. И под вот этими заявлениями Павла Астахова. Российское общество, оно же должно понимать, что за весь этот шабаш, да, отвечать по итогу и им тоже. Вот вы можете сейчас представить ситуацию, насколько сложно простому российскому гражданину получить визу в Польшу? Значит, подожди, тут две вещи. Одно дело, это политическая, я бы сказал тоже, моральная ответственность всех граждан Российской Федерации за действия их государства. И это абсолютно ясно, что, по крайней мере, в Польше доминирует точка зрения, что это не только война Путина, это война россиян. И так как Немцы несли ответственность за действия Гитлера, которого они избрали, так и все граждане Российской Федерации, а даже больше, я бы сказал, все те люди, которые идентифицируют себя с русской культурой, которые считают себя русскими, должны иметь, нести какую-то моральную ответственность за действия, за барбарские действия их государства. Другое дело, то действительно ли большинство россиян поддерживает такие амерзительные высказания. Если есть основания, что большинство поддерживает такие войны, это видно и по вопросам общественного мнения, то тут я просто не знаю. А то, что есть какие-то лайки на Facebook, на Telegram, это, знаете, это обычный механизм, который может быть сделан разными ботами. И вы спросили потом о, можете просто напомнить еще вопрос? Грубо говоря, принимает ли Польша сейчас большое количество простых российских граждан? Нет, нет, очень мало. То есть в Польшу принимают, конечно, украинские беженцы, по разным оценкам их, таким достоверным, сейчас их где-то около трех миллионов, может быть даже чуть больше. Принимают на то, что Беларусы, которые заявили о своем несогласии с другим барбарским режимом, которые были вынуждены после 2020 года уехать из страны. На счет россиян, граждан России, их, если у кого-то есть основания и доказательства того, что действительно ему угрожают эти represии, то таких людей, ну, Польша обязана принимать. И некоторые даже принимают по своему желанию, потому что, ну, все-таки Россия как страна остается, и надо какую-то может быть моральную поддержку по-казать всем российским оппозиционерам, тем, которые сидят в тюрьме, их сотрудникам, сотрудникам, например, господина Навального, которые сейчас преследуют. Но Польша не хочет принимать российских туристов, так называемых уклонистов, тех, которые боятся того, что им вручат повестку. На форах ЕС Польша отстает политику, скорее всего закрытия, чем открытия иммиграции, возможности иммиграции со стороны России в ЕС, для всех тех, которые не согласны с режимом Путина, потому что на это есть все-таки угроза для безопасности Польши, и угроза, может быть, для безопасности других стран. Так что в Польше россиян мало, белорусов больше, а украинцев очень много. Да, вот такая вот показательная тенденция. Лукаш, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру, обсудили много важных на самом деле тем. Лукаш Адамский, доктор истории и политический аналитик, заместитель директора Центра диалога имени Юлия Шамирашевского, был в эфире телеканала Freedom.